Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компоненты Alpha User Points. Урок номер 85. В этом интересном уроке мы с вами разберем ранги и медали. Здесь есть вот такая кнопочка. Очень классная фишка. Давайте разбираться. Кликаем по этой фишке. У нас здесь уже заготовлены предварительные изображения. Это наши, так сказать, медальки. Здесь мы можем создать, удалить, изменить. В общем, все то же самое. В принципе, давайте отредактируем существующие изображения. Например, начнем с самого нижнего. Вот баллы уровня. То есть, по идее, когда у человека будет 1000 баллов, ему за достижение такое большое количество награждения можно вручать, так сказать, виртуальные медали. Давайте зайдем внутрь. Мы просто по заголовку медали можем кликнуть и отредактировав, во-первых, изменив на русские названия имя медали, я напишу просто медаль. Также можно удалить все описание на английском. Написать описание медали. Например, вручили медаль за помощь админу. Ну, например, пользователь хорошо помогал администратору сайта и вот эта медаль дается человеку. Вы можете просто назначить баллы и, по идее, то есть, 1000 баллов. И, по идее, медаль должна назначиться. Также здесь используются категории, то есть, которые мы с вами проходили. У нас создан купон. Давайте пока на этом уровне сохранимся и создадим категорию для медалей. Вот у нас папка категории. Заходим сюда. Чтобы аккуратненько было все по папочкам, мы создаем категорию, например, называем ее медали. Все медали у нас будут храниться здесь. Нажимаем сохранить-закрыть. Переходим в Alpha User Points. Заходим ранги медали. Заходим в редактирование. И категорию выбираем медали. Здесь тип. Можете навести мышь. В подсказке все написано. Я выбираю ранг. Достижение 1000 баллов. Можем назначать как вручную, так и автоматически. Мы можем даже прикрепить к правилу. Вот здесь вот выбрав. То есть, например, за розыгрыш. Или просто оставить все по умолчанию, как было. Дальше самое интересное. У нас есть как иконка, которая будет отображаться. Позже узнаете где. И сама медаль. Здесь, во-первых, можно поменять из существующих. Также здесь меняется иконочка. И, конечно же, мы можем загрузить свои собственные. Это обязательно нужно сделать. Страницу медалей можно вывести на сайте. И ниже здесь показано, что нам загрузить. Вот у нас стоит точка иконки. Это значит, вот эти иконочки маленькие. Изображение. Если ставим точку, значит загружается вот это изображение сюда. Большие. То есть, вы должны либо скачать где-то готовые медали, либо создать на фотошопе. И загрузить здесь свое. Ну, медали давайте, в принципе, оставим, как есть. А вот иконочки, в принципе, есть вот небольшой пак иконок. Если вам они понравятся, вы можете их скачать также на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Очень хорошо, что компонент Alfa User Points поддерживает GIF-анимацию. То есть, вот это все картиночки, они там, медальки, все красиво переливаются. Давайте какую-то одну загрузим сюда. То есть, я здесь выбираю иконку, выбрать файл. Или просто возьму, например, какую-то медалечку и просто сюда перетяну. И нажимаю здесь кнопку внизу Start Upload. Загрузить изображение. И сразу для другой медали загружу еще одну картиночку. Start Upload. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. У нас все загружено. Теперь мы можем здесь в списке найти их. Вот одна. Здесь уже анимацию видно. Давайте ее здесь так и оставим. И также здесь можно настроить уведомления на e-mail. При достижении вот этого вот уровня, здесь я выбираю ранг. Нажимаю сохранить, закрыть. Теперь в списке медалей мы видим здесь наша иконочка. Медаль. И двигаемся дальше. Давайте перейдем в правила. У нас здесь осталось в самом конце три правила. Это смена уровня пользователя. Один, два. И вот здесь есть страничка на вторую, если перейдем. Еще и третий. Смена уровня пользователя. Здесь их вы можете заполнить. Они у нас не активированы. Давайте активируем смена уровня пользователя. Это чтобы автоматически у нас начислялось. Автоматически смена уровня при достижении определенного количества баллов. У нас там стоят тысячи. Поэтому здесь тоже поставим тысячу. Опубликовано. Сохранить и закрыть. Давайте зайдем еще в одно правило. Здесь поставим три тысячи. Три тысячи. Опубликовано. Сохранить, закрыть. И давайте я сейчас администратору себе. Допустим, я заработал тысячу баллов. Зайду в пользователи. Да, кстати. У нас здесь уже сразу видно ранг. И сразу видно медалька. У тестового пользователя. Так как у него уже больше тысячи. И здесь тоже больше тысячи. У Федора. А у админа, у самого верхнего нет. Давайте посмотрим, как она назначится сейчас. То есть я выбираю. Выбор баллов. Назначаю тысячу. Сохранить, закрыть. Сразу видим здесь медаль. У нас появилась. Все работает. Ну давайте для закрепления информации мы настроим еще одну медаль. Та, которая у нас три тысячи. Заходим внутрь. Можно переименовать. Назову бронза. Описание на ваш выбор. Категория медали. Ранг три тысячи. И здесь я хочу назначить другую иконочку, которую я уже загрузил. Вот она у нас другая. Выбрали. А изображение, в принципе, оставим такое же. Сохранить и закрыть. Я просто хочу вам еще кое-что показать. Мы с вами сделали интеграцию в Кунена. Сейчас вы посмотрите как раз-таки вот эту полную интеграцию. Что вообще происходит. Что это дает. Вот эти вот медали. И заходим опять в участников. Я назначаю опять себе еще две тысячи баллов. Сохранить, закрыть. Если зайти в профиль, здесь также рядом с рейтингом теперь будет показываться сама картинка. И показана бронза. Название медали. Мы с вами делали интеграцию с Кунена. И вот сейчас есть как раз-таки повод сказать, как это визуально работает. Альфа Визу Пойнтс и форум Кунена. Если мы нажмем под аватаркой больше. Если у вас вот так не будет, как у меня показана здесь медалька. Во-первых, мы видим здесь сколько баллов. То есть это выводится только за счет интеграции. До того, как мы поставили Альфа Визу Пойнт. Вот эта информация не выводилась, понятное дело. Есть сколько баллов на форме видно под участником. И все медальки будут вводиться здесь. Почему-то ранги не выводятся. Я не понимаю, то ли это глюк, то ли что. Но если вы смените, зайдете в медаль и смените вот здесь вот медаль. Сохранить и закрыть. Пройдем еще раз в медали. То есть вот здесь медаль написана. Теперь зайдем сюда. Также здесь сменим медаль. Сохранить, закрыть. Теперь пройдем на форум, обновимся. Откроем профиль. И теперь будут вводиться все награды, все медали. Вот таким вот образом очень классно с форумом интегрируется данный компонент Альфа Юзер Пойнт. На этом урок закончен. Надеюсь, для вас он был интересен. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomle, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok